Второе новоселье. В Черкассах героиня сюжета подробностей спустя два года судебных тяж повернула себе квартиру, из которой ее выселила группа мошенников во главе с уже бывшим адвокатом Сергеем Гарцингером. От подобных действий пострадала не одна семья, но рейдеры все еще на свободе. Все подробности расскажут наши корреспонденты. С полицией понятыми 83-летняя Ульяна Трофимовна возвращается в свой дом. Два года назад часть ее двухкомнатной квартиры, приставы продали с аукциона адвокату Сергею Гартингеру. Пока семья разбиралась с этим, он, подделав документы, забрал и вторую часть жилья. Переступив через порог, пенсионерка едва не падает в обморок. В квартире не осталось даже ее семейных фотографий. Все вещи пенсионерки бесследно исчезли. Ульяна Трофимовна рассказывает, адвокат Гартингер вместе с молодчиками выставил ее за двери в одном халате. Квартиру вернули чудом, говорит невестка Ульяны Трофимовны. Тамара уверена, помогла поддержка журналистов и общественников. Впереди у семьи еще уголовные дела по фактам подделки Гартингером документов, кражи имущества и самоуправства. Производство открыто уже второй год, но с места следствие так и не сдвинулось. Прокуратура, я считаю, тормозит все это дело, пока не выйдет срок вины через три года, тогда чтобы их не наказывать. О группе рейдеров адвоката Гартингера в прошлом году подробности делали серию материалов. В одном из сюжетов тогда еще адвокат Гартингер, не стесняясь камеры, даже хвастался, как отбирает у людей жилье. Вы систематичницей занимаетесь? Я? Да. Я зарабатываю деньги на это. Почему? Потому что мне все подобается. Виктория с семьей не может жить в своем доме. Жилье под арестом на время судебных разбирательств. Коллекторская фирма, которую представлял тот же Гартингер, якобы за непогашенный кредит отсудила недвижимость и оформила право собственности. Выписать Викторию с малолетним ребенком они не смогли. И подселили к ним два десятка подставных арендаторов спортивного телосложения. Тут плевка, где побито. Там плевка. До речи, не сделана досы экспертиза, какую шкоду они заподіяли. Благодаря огласке полиция все-таки отселила арендаторов. В отношении них открыты уголовные производства. Сейчас Виктория судится за право собственности на дом с коллекторской фирмой. Но ее представители на заседание ни разу так и не появились. В тех судах, там, где я позывачка, они не появляются. Вже сменено там три директора, только за останні три месяца. Змена юридическая адреса зараз зарегистрована в Мариуполе. После скандалов с квартирными аферами Гартингера лишили адвокатской лицензии. А против его группы полиция открыла около десятка уголовных производств. Прокуратуре уверяют, все они скоро окажутся в суде. В данный момент надано вказки. Они уже на завершальной стадии, что до выполнения. То есть мы уже находимся на финальной стадии для того, чтобы завершить справу и скерувать ее до суду. Эти дела могут затянуться не на один год. Но пострадавшие от действий экс-адвоката Гартингера готовы идти до конца. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Продолжение следует.